Может быть, для вас будет несколько неожиданным, когда я приведу такой пример. Руксасил, кажется, из другой сферы, ну, совсем не туда. Эммануил Кант. Наверное, может быть, некоторые слышали это имя. Это известнейший немецкий философ. Так, 18-го столетия, ну, почему я сейчас произношу его имя? Он сказал замечательную вещь, он сказал, замечательные слова произнёс. Он сказал так – просвещённый разум думает всё время о наслаждении и забывает о том, что чем больше он об этом думает, тем человек меньше получает удовлетворения. Чем больше мы мечтаем о наслаждении, слышите, тем меньше человек получает удовлетворения. Кант выразил в данном случае – это не его мысль совсем. Эта идея давным-давно известна всем людям. Сейчас она совсем неизвестна. Никто даже не говорит об этом. А существует закон. Знаете, как закон тяготения, так и закон существует. Чем больше мы стремимся к наслаждению ради наслаждения, тем меньше мы его получаем. Посмотрите, что происходит с наркоманами. Что происходит с алкоголиками. Это наиболее очевидно. Что происходит с теми, которые не знают, что такое супружество. И ищут наслаждение туда-сюда во все стороны. Опустошённые. Опустошённые люди. Те, которые с юности уже теряют, целомудрие, опустошают себя. Другой закон. Тоже закон, который нужен бы просто вот так же, как ту мысль, которую выразил Кант. Так и это то же самое, надо бы сказать. Вот в том же самом законе. Не только то, что когда мы стремимся к большим наслаждениям, мы меньше этого получаем. Но и, оказывается, существует определённое равновесие, да, между следующими вещами. Брак и внебрачная, так называемая, любовь. Закон, интереснейший закон и важнейший закон, незнание которого столько страданий приносит людям. Страшные причём страдания. Развал семей. Отсутствие потом всякого порядка в жизни. Потеря всех устоев жизни. Наконец, опустошённость, уныние, мрак, отчаяние, которое нередко кончается самоубийством. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.